Приветствую вас! Нет, вы, конечно, не сумасшедший. Вы просто хотите ребенка. Другое дело, зачем вы хотите ребенка? Для чего он вам? Это уже другой вопрос. Вот. И сможете ли вы принять ребенка другому свиной, если вдруг предположить, что ваша жена сделает так, как вы хотите. Вот. Это другой вопрос. Нет, вы не сможете. Понимаете, в чем дело? Просто это, скорее, моральные такие вот принципы, моральные границы, которые ваша жена не хочет переходить, и она скажет, что правильно делает, что не хочет переходить, потому что неверно потом, как вы бы на это все отреагировали. То есть неизвестно, как потом вы посмотрели бы на это все. Вот. То есть я рекомендую вам об этом подумать, о том, что того ли вы хотите. Вот. Э-э-э-э-э, подумать, 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 о том, чего вы просите. То есть, э-э-э-э, все-таки это может быть, э-э-э, ну, чуть-чуть тяжело для вашей женщины. нет ли ничего эгоистичного в том, что вы предложили ей подобный вариант, нет ли ничего акцентированного именно на вас. Кстати, если вы хотите ребенка и она хочет ребенка, то я не думаю, что есть большие препятствия на пути к этому. Можно просто подобрать такой способ, который бы устроил целиком и полностью вас обоих, и чтобы не испортилось при этом отношение между вами еще к тому же. И тогда, я думаю, все будет более чем хорошо. А заставлять свою жену делать какие-то вещи, которые ей может быть не нравятся, я не думаю, что это хорошая идея. И даже если ребенок таким образом будет, например, все-таки дать штаб, то где гарантия, что ваша жена не будет держать обиду на вас, вследствие чего ваша семейная жизнь превратится, например, в ад. Так что, я думаю, вот таким образом можно ответить на ваш вопрос. Вопрос в том, насколько вы осведомлены о способах зачатия ребенка, о способах появления ребенка. Вот, то есть, насколько вы знаете это все, почему не хотите брать с приемного тоже, вопрос отдельный, вот, и для чего он вам нужен, почему вы прям вот хотите ребенка. Система обусловлена такая необходима. Может быть имеет смысл не дробиться так, а лучше там подождать немного, полечиться, может быть, вот и так далее. Решать здесь безусловно вам, но я думаю, что этот вопрос, являющийся очень деликатным, его не стоит как-то форсировать, вот. Его не стоит форсировать и не стоит вашу жену как-то подавлять. Это ни к чему хорошему не поведет. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!